Сибиряк тут нам пишет, переселили из юрт в дома, дали образование, медицину, а кто вас просил, то благодетели вы наши. А что, говорит, вас надо было, как индейцев, со скалы посбрасывать? Ну, в общем-то, мы не казахи, мы татары, но предки с папиной стороны жили на территории Южного Казахстана веками, и они считались коренными. Они никогда не жили в юртах, они жили в домах, вели хозяйство и были образованными, хотя не были представителями какой-то знать. Нет, обычные граждане были, как мы скажем сейчас, потому что у нас имелись медресеи, имелись школы, и, кстати, как и сейчас в Казахстане многие, так и тогда знали несколько языков. А если было развито образование, это значит, что была и медицина, что логично, иначе бы просто люди поумирали от болезней. А что, по-вашему, действительно, на территории Казахстана тогда, до прихода советской власти, жили люди какими-то действительно дикими племенами в своих юртах? Ничего не умели, ничего не знали, пришли советы и спасли нас? Если вы так думаете, вы очень мало знаете о казахском народе. Да, действительно, кто-то вел полукочевой образ жизни, занимались скотоводством, но они жили на зимних стоянках и на летних стоянках, в своих построенных домах, не только в юртах. И я не понимаю, почему казахстанцев постоянно попытаются упрекнуть юртой, унизить этим. Мы гордимся юртой, это классное жилье, многие сейчас бы с удовольствием там жили. Вы были когда-нибудь в юрте? Просто это дорого стоит. Ну, всяко лучше, чем вот эти вот уродские хрущевские коробки, которые понастроила советская власть. Но вернемся к истории моей семьи. У моего прадедушки было 8 детей, 7 из них сыновья до прихода советской власти. После того, как пришли советы, пришлось сыновей своих отправить в Китай, чтобы спасти им жизни, потому что советская власть либо забирала их на войну, этих мужчин, и эта война к мужчинам этим никакого отношения не имела, либо репрессировала и отправляла на каторжные работы, либо расстреливала. По подсчетам ученых, во время голодомора в Казахстане было 3 голодомора. Было загублено от 2,5 до 3 миллионов жизней. Это катастрофа гуманитарная называется. Во время сталинских репрессий, я вам приведу цифры за один только год, за 37-38 год было репрессировано 100 тысяч представителей казахстанской интеллигенции. Это к слову о том, что у нас тут образования не было. И 25 тысяч из них было приговорено к высшей мере наказания, их расстреляли. Это трагедия для любого народа, потому что интеллигенция это цвет нации. Это я только вам цифры перевела за один год. Ни одно медицинское образование, ни одна школа, ни одно здание не стоит тех кровавых жертв, которые понес наш народ. И не надо вот этим своим мы вам дома построили, медицинное образование дали. Не надо распространять ложную информацию пропагандистскую о нашем народе. У нас все было. И до вас. Продолжение следует...